приветствую вас дорогие друзья вещает канал альтернативного моделизма и у нас второе видео по сборке боевого моноката я надеюсь видосик финальный в конце будет модель полностью готова итак на настоящем этапе я уже готов подвести итоги зрительского голосования те кто смотрели первую часть конечно же в курсе о чем идет речь и опираться мы будем на мнение самых активных моих зрителей то есть тех людей которые уже оставили свой комментарий под первой частью итак на голосование у нас выносилась компоновка этого самого моноката первый вариант установки силового блока был вот такой мы его называли с вами классический второй вариант вот такой мы его называли креативный и с вам сообщаю что большинством голосов побеждает вариант номер два да было мнение что силовой блок может устанавливаться вот таким образом то есть турбинами вверх но я все-таки принял решение что он будет устанавливаться вот так тем не менее кто за что не голосовал всем спасибо я все комментарии читаю вот даже их отмечаю и вы в этом сами можете убедиться заглянув под видосик был зритель который оставил очень длинный комментарий в котором рассказывал мне обо всех минусах и о не жизнеспособности такой вот одноколесной конструкции тем более с односторонней опорой да я с ним согласен то есть данная конструкция абсолютно не жизнеспособна и в наших земных условиях такой механизм работать не будет а если и будет то очень ненадежно и недолго но у нас то альтернативный моделизм а значит данная техника будет эксплуатироваться где-то в альтернативной вселенной ой как удобно был другой зритель который написал очень большой комментарий и я прямо вот видел как человек включает всю свою фантазию он прямо проникся этой идеей боевого моноката где рассказал как зачем и почему используется такая техника и если он не против а я очень надеюсь что он не против то я переделаю его комментарии немного его подредактирую и сделаю из него описание готовой модели а вот прочитать это описание вы сможете в закрепленном комментарии именно под этим видосиком и так что же у нас будет дальше действуем по ранее утвержденному плану а именно соединяем два этих элемента вместе и казалось бы что может быть проще взять и склеить но не тут то было нам необходимо сделать разъемное соединение по той причине что два вот этих блока будут краситься отдельно друг от друга но они должны быть вместе какое-то время для того чтобы упростить мне сборку чтобы я понимал как и какие детали подгонять а значит надо будет усложнять и усложнить нам поможет вот такая приколюшка это обычный стержень от шариковой ручки и обычная бумажно катаная трубочка то есть офисная бумага промазанная клеем пва и свернутая опять же на тот самый стержень именно по этой причине два этих элемента так хорошо подходят друг другу далее эту трубочку я разрежу на гильзы длиной где-то 7 миллиметров примерно и поскольку бумага очень хорошо клеится к бумаге я приклею эти гильзы вот так торцом к задней стенке силового агрегата в свою очередь стержень будет разрезан на куски примерно длиной по 8 миллиметров в задней броне спинки сиденья вернее кабины пилота будут просверлены отверстия и в эти отверстия также торцом будут вклеены куски с этого стержня все это вклеиваться и склеиваться будет таким образом чтобы элементы совпадали и наши два модуля какое-то время могли держаться вместе дальше будем подгонять ходовую часть вот здесь на этой платформе будет создано какое-то седло так называемое в которое сядет вот это вся только что собранная конструкция не очень хорошо держится но когда это будет примерно выглядеть вот так именно на этом этапе мы поговорим с вами о создании амортизатора между кабиной и ходовой частью такой у меня план действий я думаю вам было все понятно если вдруг что-то непонятно то сам процесс сборки вы увидите как обычно на фотографиях поехали так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, давайте быстро пройдемся по изменениям. Что поменялось и что добавилось в нашей модели. В первую очередь, давайте испытаем наше соединительное устройство. Как вы видите, соединяется легко и, самое главное, надежно. Это очень упростило мне сборку. В идеале хотелось бы вот этот зазор немного уменьшить, но как вышло, так вышло. По силовому агрегату изменилось не так уж и много. Добавил всего лишь три вот эти детальки для повышения детализации. По кабине установил фишки для подключения кабелей. С правой стороны у нас есть огнемет ближнего боя. Снизу кабины, видите, установлены такие ремонтно-буксировочные проушины. А вот с левой стороны кабины у нас установлена опора амортизатора. Что вот это такое, скажу немного позже. По решетке, как и обещал, доработал, установил сверху защитную сетку. Просто огонь, как это все смотрится. По ходовой части. Для того, чтобы вот эти два модуля закрепить на ходовой части, пришлось изготовить вот такой шток. Он достаточно большой по толщине, но надо было как-то вот этот зазор заполнять. Конечно же, вот этот шток видно не будет при сборке, но захотелось его сделать каким-то таким красивым, поэтому немного поизвращался. Итак, давайте же соберем. Как устанавливается колесо, вы видели, много раз. У нас есть еще амортизатор. Я его наконец-то довел до ума. Сразу устанавливаем амортизатор. И сверху надеваем вот эти два модуля. Совмещаем упор с амортизатором самим. Да что ж такое, не хочет. Захочет. Вот, все село, все соединилось. И вот так в первой, так сказать, примерке будет выглядеть наш боевой монокат. Вот он, красавчик. Если у нас по правой стороне все отлично, то вот левая сторона получается несколько разгруженной такой. Вот сюда что-то просится. Я посовещался со своими подписчиками под фотопостом на моем канале, и мы решили, что будем устанавливать сюда руку-манипулятор. Но потом один из подписчиков сказал, что стволов много не бывает, и поэтому вот тут, на этой платформе, будет установлена еще ракетная установка. Каким образом я эти два элемента собирал, вы увидите на фотографиях. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Манипулятор получился просто чудесный. Всегда радует, когда результат превосходит ожидания. Добавятся еще после покраски шланги, вот в эти фишки, и рука, манипулятор будет смотреться просто бомбезно. Что касается ракетной установки, я ее хотел сделать такой легенькой, чтобы сильно уж не нагромождать, поэтому взял чехол от стержни для механического карандаша, прилепил пару-тройку деталюшек, и, в принципе, ракетная установка готова. Где сами ракеты, спросите вы? Отвечу. Вот они. Полностью ракеты изготавливать абсолютно ни к чему, поэтому я сделал их, так сказать, носовую боевую часть из бамбуковых палочек. Вот так вот приклеил на кусок пластика, это я приготовил их к покраске. После этого оторву и вставлю вот в этот чехольчик. Давайте посмотрим, как же это будет все выглядеть в сборе. Постараюсь, так сказать, придержать в первой примерке. Вот так станет ракетная установка, и вот так вот сюда будет приклеена рука манипулятора. Вот она. Вот она полностью, вся модель, так сказать, в сборе до покраски. Теперь остается только красить. Красить буду, как обычно, из баллона. Очень надеюсь, что завтра не будет дождя, погода нас не подведет. А потом уже будем делать, так сказать, загадинг, загрязинг и так далее. Поговорим теперь уже с вами, чтобы, так сказать, долго не размазывать, когда модель будет полностью готова. Поехали. 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 Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Скажу только одно Все работы по покраске и по окончательной сборке боевого моноката завершены Модель полностью готова В принципе самим процессом сборки доволен Моделька получилась относительно неплохая Все детали склеивались очень легко и быстро Ну как вы знаете, потому что ранее была проведена большая работа И детали в принципе подгонялись друг к другу Единственное, два момента меня смущают Первое, это крепление самого колеса То есть если смотреть спереди, оно стоит более-менее ровно И если мы посмотрим сзади, то видно, что конечно колесо немного ушло Не знаю, как так получилось Наверное, когда придерживал колесо и ждал, пока засохнет клей Что-то сместилось и в принципе получился вот такой косячок Но переделывать ничего уже не буду Потому что колесо закрепил не только вот тут в посадочной втулке В посадочном месте Но и сделал еще две перемычки жесткости Вот тут между колесом и крылом Просто капнул опять же тем же горячим клеем из пистолета В принципе они не так уж и заметны Зато придали нашему креплению большую механическую прочность Вы видите, могу трусить как угодно модель Держа только за колесо и ничего не отваливается А это значит, что в будущем модель будет стоять достаточно устойчиво Это первый такой косячок Второй косячок Слишком много получилось у меня вот этих шлангов И проводов, кабелей и так далее Слишком много открытой проводки То есть по большому счету Все это легко может быть повреждено И наш монокат будет выведен из строя Ну, не знаю Какую-нибудь отмазку для этого в описании мы все-таки придумаем Тут же у нас все открывается Все двигается Я имею ввиду решетка Изобразил тут какую-то эмблему боевого подразделения этих монокатов Иероглиф какой-то Придумал сам Он абсолютно ничего не означает Во всяком случае в нашем земном измерении Конечно, модель выглядела бы гораздо более, так сказать, живой Если бы здесь сидел пилот Присутствие человека в модели всегда дополняет Но так как у меня никакой фигурки не оказалось под рукой Значит, останется кабина пустая Теперь давайте подумаем над тем Каким же образом мы его установим Потому что, ну, сама по себе модель, конечно же, стоять не будет А в полочку ее каким-то образом водрузить все-таки придется Поэтому я взял вот такую штуковину Это заглушка от какого-то электрооборудования От какого сейчас абсолютно не важно Важно то, что у нее абсолютно идеальная форма для подставки Вот так Вот так это будет крепиться Вот так это будет выглядеть Какой у меня план? Как получится, не знаю Но планирую, что я делать Возьму самоклейку, бумагу-самоклейку Приклею вот сюда на эту площадь Для того, чтобы у меня получилось бумажное основание На это бумажное основание я вырежу из картона такие плиты Имитацию плит бетонных Будет какая-то расшивка Возможно, будут какие-то трещины Возможно, будет даже какая-то разметка Кустики травы, гравий Все это планируется Насколько осуществимо? Ну, вы, конечно же, увидите через пару секунд Через пару минут Вот Сделаю основание Потом просверлю отверстие И вкручу с изнаночной стороны саморез Который выйдет, естественно, вот тут Для того, чтобы было тело, так сказать В которое бы вкручивался этот саморез Вовнутрь колеса Я залью горячий клей То есть предварительно проделаю отверстие Залью горячий клей По-быстренькому вкручу саморез Пока клей еще не застыл, он будет горячий Он стечет вниз колеса И обхватит с собой тот самый саморез И таким образом, я думаю, что хватит нам прочности Чтобы наша модель стояла на подставке Вот такой план То есть, как я сделаю подставку И, в общем-то, полностью финальную фотосессию Уже готовой модели Вы, как всегда, увидите в слайд-шоу Ну, а я с вами прощаюсь Как вы видите, мой эксперимент Который начался неудачно В принципе, закончился хорошо Моделька получилась неплохая Поэтому, ребята, если понравилось видео Ставьте лайки Делитесь видосиком с друзьями Кто не подписался Подписывайтесь на канал Я прощаюсь с вами Пока Скоро увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА